добрый день друзья добрый день и сегодня у нас снова подкаст кухни инфодайвинга и мы решили провести его нестандартно то есть вот если мы каждый раз будем рассказывать про сеги какие это будет неинтересно давайте мы сегодня начнем с интересного то чем мы занимаемся последнее время это не одна неделя но эта неделя она выдалась особенно горячей и так чем мы занимались и днем и ночи чем мир мертвых мы исследовали мир мертвых сумасшедшая тема на самом деле тема небезопасная у нее есть свои ограничения но эта тема есть но из ограничений это то что если ты там немножко задерживаешься сознанием то сознание начинает перетекать и ты уходишь и ресурс здесь заканчивается в нашей проявленной реальности ты здесь покидаешь тело до тела умирает и будет это дтп или будет это болезнь еще как-то это уже не имеет значения сам факт что основной ресурс и твое сознание ушло в ту параллель да да это если чуть ты задерживаешься там то есть разница во времени там разница во времени и вот действительно походы туда они рискованные они крайне рискованные не просто так говорят если ты там приснил мертвого а то это не к добру да а если ты заговорил к мертвому с мертвым то это быстрая смерть а если мертвый тебе еще чем-то угостил и это ты взял то сто процентов ты умрешь на самом деле это имеет под основу психическую мы сегодня можем это сказать потому что мы этому посвятили мы с мертвыми общались и взаимодействовали и брали и все это пробовали на себе а вот и самое главное что это все можно делать только в ночные часы в дневное время это все уже проявляется и если ты где-то не досмотрел не доглядел лоханулся заснул не удержал сознание не удержала осознанность и так далее то это чревато твоим физическим здоровьем точнее точнее его потери да и здоровьем и долголетием и всем остальным на самом деле тема крайне интересная и вот я говорю мне внутри так интересно такой драйв вот реальная каждый раз когда мы идем я знаю что мы рискуем но я испытываю кайф я испытываю кайф что мы туда лезем лезем расписываем в книге парадоксальное восприятие мы нам очень глубокую часть то что мы изучаем нам всегда это нравится глубокую часть парадоксального восприятия мы распишем не все по миру мертвых не все но очень много мы распишем во всяком случае будет понимание немножко геометрии будет понимание как и что работает будет и если мы касаемся мира мертвых то у вас уже не может быть вопросов а есть ли действительно следующая жизнь да и прошлое если прошлое следующее это равносильно день-ночь а будет ли завтра или было ли вчера то есть вот когда вот эти вещи начинаешь осознавать оно все вкупе проходит и там тоже есть такой побочный эффект это очень большие объемы информации и там очень часто чувствуешь себя тупым когда ты вот выходишь оттуда и ты с собой выносишь очень большой объем информации то есть твое слово она очень веская твое сознание осознает сразу очень большие объемы информации иногда не способна положить их слова но просто там вот как в черной дыре идет очень большое сжатие информации по-другому течет время и соответственно вот эти все вещи они потом в физическом мире проявляются что но наверное самое весомое это когда ты весомым становится твое слово то есть сейчас приходится следить за речью чтобы не сказать там разозлился и сказал мы болейте а потом смотришь они болеют на самом деле это так потому что приходится следить за речью на вот а это все процессы связаны это вот наши последние ну последние то две-три недели наверное мы очень плотно сидим на этой теме а вот более того какие-то вещи вот по архиву информации из подсознания как работать и как 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 даже проговаривать слух не буду мы дали на последнем курсе из глубины то есть вот то что вы наверное видели уже мы просто ну некоторые например посты то что нам прислали обратную связь опять-таки не всю но то что прислали мы выложили сразу как-то щелчком телефона и в инстаграм да и там сразу описали люди что улучшение здоровья там омолаживающий эффектом моложалось да там все такое и вот обыватель может сказать ну так это просто простое внушение да когда мы осознаем ту психотехническую базу которую давали и что мы сделали зачем мы сделали мы понимаем что сознание человека она создающие мы дали возможность человеку создавать и вот если человек способен вот в этот момент создавать себе здоровье он его и создает да он уже способен здесь выключить у себя боль ту которую он там 17 лет лечил вылечить не мог он просто как создающее сознание нее сейчас выключил но это не значит что не найдутся сознание которые профукают этот шанс и в силу того что сознание то уже осталось создание они направят внимание на заболевание и скажут ой так у меня вот раз и что-то начало развиваться ну конечно начнет развиваться где внимание там и создание на и вот вот эти вот исследования последние нас с ириной поставили перед очень большим выбором весь мы понимаем что подводя человеку как определенным уровнем знаний да и к определенным глубинам глубинным состоянием сознания у человека включается создатель но вот включился создатель а человек не знает что с этим создателем он не готов к этому что что вы хотите делать здоровом теле какую жизнь хотите прожить готовы ли вы держать внимание всегда на здоровье или у вас где-то а прыщ зачесался вы из него тут же создадите волчанку это же ваш процесс создания понимаете то есть ваш страх ваша вовлеченность в коллективное вашей игры они будут создавать его теперь смотрите получается что давая человеку вот такие возможности на их можно дать короткий промежуток времени на самом деле очень короткий промежуток времени точно так же как и выключить заболевание его можно в очень короткий промежуток времени но готовность человека и готовность психики вот смотрите психика поставила задачу она включила боль для того, чтобы человек изменился и убрал там такие-то, такие-то, такие-то поведенческие моменты. Ты человеку даешь облегчение. Как правило, 90% людей в последующий период, то есть ты снял острую фазу, да, как в больнице, в скорой помощи оказали первую неотложную помощь. Боли отключили. Дальше же приходит время включить мозг, но человек считает, что боль отключили навсегда. И он снова и пошел делать все то же, что он делал. Он не меняется. И когда он не меняется, его подсознание смотрит на это и говорит, вы мне мешаете. И оно создает другое заболевание, либо усугубляет это, но уже переводит в такую фазу, чтобы уже гей-гей не прошло, ну ни под каким соусом. Да? И таким образом получается, что если ты напрямую помогаешь человеку, ты оказываешь медвежью услугу его подсознанию. Ты идешь в разрез с его задачами. И таким образом, важной составной частью становится включить человека в развитие и в изменение себя еще до того, как ты ему помогаешь на этом пути. И теперь смотрите, какой конфликт получается в программах подсознания человека, когда ему помогает не оперативная медицина, которая не боль снимает, а играет с ним в игру. Ну давай с тобой поиграем в сахарный диабет. Ну я тебе таблеточку дам, я тебе по попе поглажу. Я скажу, какой ты хороший, вот тебе полегчает. И таким образом это все комок усугубляется, усугубляется и усугубляется. Поэтому люди из хронических заболеваний не поправляются. И мы это видим. Это очевидный процесс. Мы видим, потому что идет конфликт с подсознанием. Человек двигается наперекор, вместо того, чтобы услышать свое подсознание и измениться. И если мы со своей стороны вот так вторгаемся и резко помогаем человеку, делаем какой-то большой объем работы для того, чтобы у человека зачистить информацию, удалиться по болезни, если человек не меняется, то он получает отсрочку возвращения какой-то проблемы в данное количество месяцев. Он либо эту же проблему вернет, либо себе поменяет проблему. Либо другую создает. Да, абсолютно. И самое страшное становится вот этот момент включения создающего сознания. Это именно включение. Это можно сделать человеку любому. но этот момент ты даешь так гранату обезьяне, она видит только чеку. И мы вот сейчас очень глубоко висим в этой теме, потому что эту тему очень сильно подсвечивает мир мертвых. Он просто ее вот так развернул, взаимоотношения с коллективным, просто развернул и ткнул нас носом. И все, что мы делали до этого, вдруг увиделось под другим углом восприятия. И нам надо еще под это адаптироваться. Поэтому мы, наверное, завтра начнем записывать интересные подкасты, новые у Камина, где мы разложим вот именно психические подосновы, когда станет понятно, как мы сейчас видим многие процессы. По разным темам мы запишем сразу несколько подкастов. И, соответственно, там, наверное, одним из ключевых подкастов будет изменение нашей консультационной деятельности. То есть мы сейчас ее практически стараемся не брать консультации, выводим в ноль. мы уже просто как в мир мертвых пошли, мы поняли, что мы не хотим так работать. Пока еще консультации висят, но вот большинство людей, те, кто мне писал, вы видели, чувствовали, да, я отказала, да, и ни в коем, ни в один момент не двинулась на встречу, да. Так вот, это все не случайно, потому что мы видим вот этот момент рождения конфликта в подсознании, и надо его обойти грамотно. Для этого надо подготовить человека. И в данном случае нам будет важен момент, когда человек принимает решение быть здоровым. То есть не решение там, ой, пускай там они сделают что-нибудь, поможет хорошо, они поможут, ну так и хрен с ними. Вот, вот этого вообще никак. Это стопроцентный конфликт с подсознанием, стопроцентный. И этот конфликт, потому что у вас не принято решение быть здоровым. Вы не знаете, зачем вам здоровое тело, вы не знаете, зачем вам здоровый ребенок. Вам стыдно за то, что ребенок там где-то бьется головой, но вы при этом продолжаете в дальнейшем вести себя, ну не то, что не меняясь, а еще больше погружаясь. То есть, грубо говоря, вам очистили компьютер, удалили оттуда все трояны, и говорят, ну вот теперь поставь нужное программное обеспечение и начни работать в соответствии со своим интересом. Что вместо этого человек делает? Опять идет напор на сайт и опять загружает троянами, вирусами разными и так далее. Их загружается еще больше, чем было. И ты смотришь и понимаешь, и агрессия поднимается, и все. Но ты видишь агрессию не в ребенке, а ты видишь агрессию в матери. То есть, у нее доходит вообще душизы. И получается вот этот вот момент, когда мы видим вот такие изменения в родителях, они нам не нравятся. Они нам вообще не нравятся, и мы ищем варианты, как это пойти грамотно. И многие моменты мы специально будем объяснять в наших подкастах, как и где, и что, чтобы вы могли слышать, видеть, наблюдать и осознавать, что видим мы. А мы смотрим глазами подсознания. Кроме того, мы вот эти моменты с удовольствием будем рассказывать, отвечая на ваши вопросы по понедельникам в 18 часов на наших стримах ответы на вопросы из подсознания. Именно мы будем показывать, как видит ваше подсознание ту или иную ситуацию в реальности, в надсознательной части. То есть мы находимся в поле парадокса. И когда вы считаете что-то правильным, в парадоксе это будет неправильно. Когда вы видите что-то черным, оно может оказаться белым и так далее. Вот эти парадоксальные переотражения, когда вы не можете совместить «я стою и я бегу», а ведь на самом деле иллюзия двигается, а мы стоим. Но мы считаем, что мы бежим по жизни, а весь этот мир существует объективно. Это поле парадокса. И это сложные вещи к осознаванию, пока человек не обладает парадоксальным восприятием. А до него, чтобы дойти, это большой путь тренировок. Вот этому всему и учит инфодайнг. Этот путь мы проходили сами и, по сути дела, помогаем пройти многим людям, те, кто уже осознают вот эти парадоксальные вещи. Кстати, о нем сейчас очень активно говорит наука. Кстати, о замедлении времени тоже говорит сейчас наука о том, что есть эффект замедления времени и так далее. Вот это момент именно переархивирования информации. Но в эту тему с физикой не будем сейчас ходить. Не нужна она. Вот. Поэтому вот эти все моменты у нас были в осознании на этой неделе и они будут разворачиваться новыми подкастами. Они будут описаны в книге «Парадоксальное восприятие». Но коль я уже коснулась книг, то, ребят, у нас в конце этой недели уже приезжает готовая книга Александра Зайцева по чату мам. Да, то есть книга, которую написали мы или «История особенного чата». Это офигенная книга. Она издана в очень малом количестве экземпляров. По сути дела для того, чтобы получить, как это называется, ИСБН или как он называется. Ну, в общем, этот номер уже есть у книги, да, то есть авторские права зафиксированы. Соответственно, тираж небольшой коллекционный у нас, все остальное будет идти через интернет и через международное издательство, с коими мы уже начали переговорный процесс. Сколько он продлится, мы не знаем, потому что на сегодняшний день мы переписываемся с рядом издательств в России и в дальнем зарубеже, именно в дальнем. Поэтому там еще с переводом будет на иностранные языки. Поэтому как пойдет процесс, мы пока его не сильно торопим, но и вот оно течет во времени и течет. Сознание туда ушло и сказало, этому быть и оно когда-то будет. Вот, но книга Александра Зайцева уже приезжает в конце этой недели, она уже стоит на предзаказе, количество экземпляров малое. и эта книга идет с нашим золотым значком, потому что она тоже коллекционная. Более того, мы готовим подарок нашим мамам. А вот кому из мам придет этот подарок, мы это будет подарок. Да, это будет подарок. Это будет не просто подарок, не просто книга, потому что мы с Ирой готовим еще свой подарок для тех детишек, на основании истории которых и трансформации мам, которых писалась эта книга. То есть всем участникам она разослана уже в электронном формате, будут те, с кем будет проведена дополнительная работа и кому будут высланы эти книги. И нам интересен сам момент получения этих книг, чтобы мамы нам потом дали обратную связь в течение где-то месяца. И для мамы это остается тайной загадкой, кто же из мам войдет в это количество. Не случайный отбор. Мы не по текстам отбираем, мы отбираем по состояниям. Дальше про консультации я рассказала, про мгновенный результат. Мы расскажем тогда про отключение болезни мгновенное и как оно возвращается. Мы расскажем вам на подкасте, ну и про книги я рассказала. По сути дела, вот, наверное, наши все основные новости по детям сегодня не говорим, потому что это рутинная работа. Есть дети, которые болели, есть дети, которые выходят, есть счастливые новости, когда мамы в чатах пишут и рассказывают про детей, и про Ловку, и про Кольку, и про многих пишут. Мамы, я искренне рада, когда вижу, что дети, но я вижу здоровых детей. Ну что о них рассказывать? Можно, конечно, вам показывать видео, выкладывать в YouTube это все, но я считаю, что для нас вот сегодня самая последняя стадия, самая важная это стопроцентное закрытие заболевания. Это для нас, это не снятие диагноза, для нас это когда мы видим маму вышедшую сто процентов и мы знаем, что последующие дети, которые у нее родятся, они будут абсолютно здоровые, и внуки у нее будут абсолютно здоровые, и в дальнейшем ее сознание больше не будет создавать болезни. Вот тогда для нас человек здоров. Вот, и поэтому когда мы вот видим такие и мам таких, сейчас в чате много таких мам, и в основном пишут, кстати, они, они чувствуют, что они подошли к финишной черте, и они на ней уже стоят, и у них даже такое смакование, а перейти или не перейти, уже даже кайф от этого заболевания, от того, что оно осталось позади. Можете вот это дело ловить, мы его ловим и понимаем, блин, ну, на самом деле это счастье. Это счастье от возвращения к себе, это счастье от того, что люди стали настоящими. Кстати, в этих семьях там и папы повключались, вот во всех семьях, где идет процесс включения отцов, и отец давал добро на выход ребенка. Контрольный, вот, контрольный жест на то, чтобы ребенок вышел из заболевания, всегда контрольную отмашку дает отец. и, ну, это про мир богов, боги просыпаются. Инфодайинг это про пробуждение, господа. Так уж получилось, что в нашем обществе есть только гипноз. И все практики, и все религии, и все в этом мире говорит про закат, про засыпание. Но вы же подумайте, вы уходите в ночь в одном состоянии, а вы пробуждаетесь утром в другом состоянии. Так вот, про пробуждение, хотя вот, когда я говорю слово пробуждение, это кто-то тебя придет и побудет. Нифига. Про просыпание. Вы сами проснулись, не проспали что-то, да, а именно проснулись. Про просынание, да, вообще даже такого слова нет. Ты прикинь, русский язык, как вывернут наизнанку. Потому что пробуждение это тебя кто-то будет. Просыпание это ты что-то проспал. Просыпал что-то. Я уже сижу просыпал. Просыпал что-то, проспал, куда-то не успел, опоздал, не включился. А вот как так, чтобы ты проснулся? Тогда это про что? Про просынание? Ну вот проснулся. Вот про это инфодайинг. Это восход солнца, это приветствуем новый день и встречаем новую эпоху, когда сознание человека становится создающим. И человек перестает создавать всякую фигню, а начинает создавать действительно творческие моменты, счастье, развитие, здоровье и так далее. Но в конце концов вот эти 11 тупых игр, в которые играет человечество, но они уже осточертели. Кстати, мы даже опять-таки в парадоксальном восприятии расписали, почему мы их воспринимаем каждый раз по-новому, и нам кажется новая игра, а на самом деле следите, где новая игра? 11 тупых игр, тысячелетиями, бесконечно повторяющиеся. Ну, ребят, ну, разум где? Как только включится разум, тогда монетка переворачивается, и тогда идут игры на создание, и весь непаханное поле создавая, что хочешь. Давайте создавать здоровье и счастье. Ну, и на этом, наверное, все. До встречи сегодня на стриме, когда мы будем отвечать на ваши вопросы, и на нашем погружении, которое пойдет за ним, оно будет называться «Возрождение силы». Там именно возрождение, потому что там будет интересный процесс, связанный с рождением силы в человеке. Мы вас приглашаем и на этот практикум, который пройдет сегодня с 20 часов, поэтому подключайтесь. Это все про целостность, про сборку себя, это все про возвращение к себе искреннему и настоящему. До встречи! До встречи!